Всем привет, дорогие друзья! С вами Гедеон, и сейчас я вам объясню, кто же мне набил лицо. И за что, главное, он это сделал. В общем, вчера, 24-го числа, сижу я себе спокойненько в ус не дую, записываю Mass Effect, и вдруг раздается звонок в дверь. Ну, я думаю, уйдут. Звонок еще раз, еще более настойчивый звонок. Ну, думаю, надо подходить, потому что я записывать точно не могу, пока мне в дверь три звонят. Думаю, может быть, кто-то из соседей думает, что меня затапливают или еще что-то. Ну, что-то типичное, потому что под нами квартира сдается, и, в принципе, там могут быть разные люди. Подхожу к двери, вижу какого-то мужика за дверью, думаю, что что-то, наверное, срочное случилось. И тут главная ошибка, конечно же, я открываю дверь, даже не спрашивая, кто это и что это. Ну, у меня в этот день было хорошее настроение, я все успел, записывал, довольненький такой был. В общем, все супер складывалось все. Открываю дверь, стоит мужичок, такой явный из 90-х, ну, вы понимаете, о чем я. И спрашивает меня, квартира такая-то, номер называет? Я говорю, такая-то. Говорит, Максим? Я говорю, нет. Он спрашивает, ну, квартира-то такого номера? Я говорю, да. Ну, все, похож, оба. И сразу мне прописывают с правой. И я, блин, в шоке отлетаю такой, ты, блин, погоди, что творишь-то, какой Максим? Я тебе говорю, я не Максим, никакого Максима, блин, не знаю, он здесь даже рядом не живет вообще. Он на меня дальше давит, блин, продолжает наезжать. Сейчас, блин, еще, думаю, пропишут, мне оно нафиг не нужно. Говорю, погоди, стой, 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 ты паспорт сейчас покажу, блин, докажите же, я никакой не Максима, ни дела отношений не имею. А у меня телефон какой-то разбитый, пополам сломанный, тычет. Ты там разбил этот телефон, ты какую-то девчонку там придушил, синяки ей там какие-то сделал, что-то. Я вообще, я не знаю, о чем речь, понятия не имею, о чем-то, мужик, просто погоди, дайте, все покажу. Иду за паспортом, показываю паспорт, он на взводе, он прибуханный еще. Показываю паспорт, он такой смотрит, так, ну, там Иван, естественно, какой Максим, к Максиму отношений не имеет. А он думал, что это у Максима, типа, брат есть еще другой. И, в общем, тут, может быть, тоже как-то все это замешано. Он еще, типа, крикнул, брата позови, я это даже не услышал, потому что он, видимо, в этот момент меня как раз втащил. В общем, он начинает тут что-то пытаться еще выяснять, как-то сомневается, то, не то, в общем, тот чувак, не тот чувак. В общем, кое-как с ним договариваюсь, он говорит, ну, смотри, короче, приду, если это ты, будешь там еще, втащу. Ну, если, ну, если не ты будешь, то поляну тебе проставлюсь, в общем, буду извиняться и так далее. И уходит. Ну, ё-моё, у меня вот такой шишандри тут, все, блин, болит. А мне на завтрашний день, как раз вот сегодня, когда я записываю стримить Вульфенштайн, и вы видели это на стримах, я как-то пытался тоналкой замазать. Ну, в общем, да, вот морда опухшая и довольно стрёмно выглядит. Сейчас, конечно, полегче уже стало. Уже сутки прошли. Плюс мне еще написали, поедешь в Финляндию на показ контрола с возможностью записать игру. Я, блин, у меня все болит, настроения нету, я, в общем, наверное, я не смогу. В общем, в итоге поездка в Финляндию у меня сорвалась. Так бы можно было геймплейчик контрола записать, вам выложить, показать. Но не срослось, в общем. Но это еще не все и не вся история. Он вернулся. Ровно через сутки, примерно в то же время, звонок в дверь. Я смотрю, какой-то парень стоит. Ну, младше меня, лет, наверное, 17 или типа того. Спрашиваю там, кто. Уже, понятное дело, хату не открываю. Мало ли что, что может быть. Спрашиваю, кто. Он говорит, вот, там ошиблись, хотели извиниться. И фотографии мне на телефоне девушки избитой показывает. И убеждает. Я, блин, думаю, нафиг надо. Спросил еще, думаю, он очень настойчиво. Типа хотел, чтобы вот именно извинились. Чтобы вот он что-то мне проставился. Это его, оказывается, сын был. Я попросил у него имя, фамилию, отчество. Там год рождения все записал, положил. Только после этого, блин, открыл дверь и еще включил на телефоне запись видео. Мало ли что. В общем, мужик этот извинялся долго. Очень меня убеждал пойти с ним, пойти куда-то там в кафе, что-то там выпить. Я говорю, да ладно, давай, давай просто. Он говорит, ну давайте я хотя бы куплю там что-нибудь выпить. Ну, пошли. Купили какой-то там напитчик. И говорит, давай вот две возьмем, сейчас вместе с тобой разопьем на мировую, так сказать. А он прям такой закаленный мужик из 90-х. Он сидел, но это я уже потом узнал. В общем, вышли из магазина. Выпили эти две бутылочки пивка. Он мне много чего рассказал про жизнь нашего города и что тут творилось в 90-х. И как он вообще тут сам жил. В общем, познакомился. Серега старый. Так что у меня теперь есть крутые контакты. Если что, на меня не залупаться. Это не шутка. Это действительно все произошло буквально вот полчаса назад. Мы с ним говорили, сейчас я вернулся. То есть, все вот такое вот случается совершенно неожиданно. В чем была суть? Суть была в том, что он перепутал дом. То есть, у нас таких домов несколько, такой же, как у меня. А ему не сказали номер дома, а только номер квартиры и как дом выглядит. В итоге он зашел не в тот дом. Я дома оказался один. По возрасту я подходил. А он был прибуханный и не стал разбираться. Вот не влетел. В общем, ни за что сейчас совершенно. Но он очень долго извинялся. То есть, такой мужик, живущий по понятиям, на самом деле. Не просто, знаете, ушел и все. И не стал даже возвращаться. А прямо вот ему важно было. Вот именно, чтобы я принял его извинения. Ну что ж. Ближайшие две недели мне придется, конечно, с этим вот стримить. Буду замазывать, как смогу. Но, в общем, как-то так, друзья. Так что мораль всей истории такова, что... Во-первых, не открывайте дверь тому, кого вы не знаете. Сначала поговорите через дверь. Или хотя бы, чтобы у вас была цепочка на двери. Потому что вот такие вот казусы случаются. Никто ни в чем не винат. Просто ошибка. И так все сложилось. Берегите себя и своих близких, как говорится. На этом у меня все. С вами был Гидалан. Всем спасибо. Всем пока.